Кинокомпания Кинокомпания Сегодня я занят Идемте, Джайутон Неприкасаемо В фильме снимались Нутон, Сунил Дат, Шашикала, Лолита Павар, Тарун Босс, Сулочина и другие Автор сценария Кинокомпания 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 Композитор Сиди Бурман Продюсер и режиссер Бемал Рой Кинокомпания Кинокомпания Слушай, Чару Тетушка, наверное, сегодня не приедет Поезд пришел пустой Почему не приедет? Она же писала, что собирается к нам именно сегодня Должно быть, ее задержало какое-нибудь важное дело Ведь это первый день рождения нашей Рамы И она обязательно хотела быть с нами Да Хоть она нам и не родня Но любит ее Как родную Вот, госпожа Возьми малышку Я попозже ее переодену Какая красивая рубашка для нашей дочки Ух ты Очень мило Стало быть, сегодня день рождения твоей дочки Нет Сегодня день рождения у вашей дочки А что будет в следующем году? Она по-прежнему будет вашей дочкой И так будет всегда? Конечно Я дала ей жизнь И на большее не претендую Господин Кто это? В чем дело? Что случилось? Вот девочка, господин Что с ней будет? А что такое? Что ты хочешь сказать? Чья она дочь? Она дочь носильщика Будхара Ясно А почему он сегодня не вышел на работу? Он умер, господин Господин, он и его жена Пали жертвами холеры Вот как Холеры Но зачем вы принесли ее сюда? Она осталась одна На всем белом свете, господин Если вы ее не пригреете То кто о ней позаботится? Нет, нет Отойдите Машина едет Добро пожаловать Здравствуйте, мистер Райджи Здравствуйте 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 Мама, я хочу мороженое Конечно, сейчас Принесите мороженого Послушайте Да Тише, тише Успокойся Не плачь, сынок В чем дело? Перестань Садись, дорогая Это что такое? Вы все еще здесь с этим ребенком? О чем вы? Чей это ребенок? Это дочь-носичка Будхара Ее родители умерли Уходите Я ничем не могу помочь Господин, у нас нет возможности содержать ее Вот, возьмите 10 рупий Потом я дам еще Что нам с ней делать? Она из другой касты Ее соплеменников в деревне не осталось Так найдите их Мы постараемся, господин Но что с ней будет до тех пор? Ее родители умерли Их тела уже собирались придать огню И ее вместе с ними Но я вовремя успел И спас ее О боже Она может быть заражена холедой, Чару Нельзя ее брать в дом То есть ее надо Выбросить на улицу? Нет, я не это имел в виду Няня Да, мэм Сахап Ты сможешь взять на свое попечение Эту девочку на несколько дней? Почему нет, мэм Сахап? Конечно, я справлюсь с двумя детьми Тогда бери ее И скупай ее И запеленай в какую-нибудь старую одежду рамы Хорошо, мэм Сахап Благодарим вас, господин Ладно, но запомните Надо поскорее найти кого-нибудь из ее касты Да, господин Благодарим за помощь До свидания, господин До свидания, мэм Сахап Ступайте Тупость Минь стас Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А это кто? Ее родители умерли, поэтому... Но она из хорошей семьи, да? Нет, она неприкасаемая Неприкасаемая? Упен, я не думала, что ты человек из такой хорошей семьи способен на нечто подобное Послушайте, послушайте, тетушка Ничего не буду слушать Если бы я знала об этом, то ни за что бы не приехала Ни за что, ты понимаешь меня? Ни за что Тетушка, постойте Тетушка, скажите, пожалуйста Как бы вы поступили на нашем месте? Я своего мнения не изменила Вы должны от нее отказаться Но каким образом? Упен, не надо со мной спорить Не надо Господин Пандец собрался уезжать Уезжать? Панде Джи, что случилось? Почему вы вдруг решили покинуть нас? Что такое? На все воля Всевышнего Он указывает мне, когда остановиться, а когда идти дальше Мне довелось услышать, что в своем доме вы дали приют ребенку Неприкасаемых И все Поэтому вы решили уехать? Этой причины достаточно Религия учит нас избегать общения с неприкасаемыми Даже находиться рядом с ними грех Вы совершили этот поступок, вероятно, потому что не знали, что написано в ученых книгах Что же? Что от неприкасаемых исходит особый газ Который оскверняет не только тела других людей, но и души А вы когда-нибудь видели этот газ? А вы знаете, что в пище содержатся витамины? Да А вы видели их? Нет Но это ведь не значит, что витаминов не существует Ладно, я ухожу Хоть вы меня и пригласили, я не могу здесь оставаться Прощайте Он покидает нас в гневе Тетушка, почему вы не остановите его? Он не вернется, даже если я его попрошу Чару Я его хорошо знаю Он во всем придерживается религиозных норм Я-то могу забыть о вашем поступке Но он вас никогда не простит Так что же делать, тетушка? Надо как можно скорее искупить этот грех Я говорю это для твоего же блага, Чару Мне-то что? Я скоро отсюда уеду Почему вы молчите? А что тут скажешь? Я боюсь Чего? Того газа, о котором говорил пандит? Нет, нет Дело не в этом Я боюсь, как бы мы не навлекли на себя беду Нет, если кто и пострадает Так это ограниченные, бессердечные люди Это совсем не смешно Тетушка говорит Что мы должны скорее избавиться от девочки Послушайте Позовите деревенского старосту Пусть он ее заберет Это Суджата? Привет, малышка Как дела? Няня Зачем вы к ней прикоснулись? Прикоснулся? Ну и что? Не выдумывай ничего, пожалуйста Поверьте Здесь нет ничего смешного Так люди теряют репутацию Вот оно что Ну не волнуйся Я все устроил Что устроили? Договорился со старостой Он придет за ней Чаро Где у тебя лекарство? А что? Няня говорит, у девочки жар Жар? Только бы это не было опасно Подождите здесь Да нет, жара нет Ну вот, ты тоже к ней прикоснулась Теперь убедишься в моей правоте Так вы меня испытывали? Чаро Дело не в тебе и не во мне Трогают ведь люди животных А эта бедняжка все-таки человек Ребенок Идем 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 Господин 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 Здравствуйте, господин Я привел одного человека из ее касты Чтобы он забрал девочку Зачем ты мне это говоришь? Позови няню Да, господин Няня Няня Принеси ребенка Вот она Бери девочку А что мне с ней делать? Отец из меня никудышный И задаром я не согласен Если уж сажаете мне на шею девчонку То и деньжат не мешало бы дать Ее же надо будет и кормить И одевать Он что, пьян? Он А даже если и так Я же пил на свои деньги Зачем мне такая абуза? Господин Прогоните этого пьяницу А ну вон отсюда Убирайся Как можно доверять ему ребенка? Даже если получит деньги Он все равно их пропьет Уходите Увидите его Увидите Няня Унеси девочку Видишь, Чаро? Не каждому можно отдать ребенка Но чем раньше мы отдадим ее, тем лучше Пока-то проблема невелика А когда девочка подрастет Нет Надо поспешить Где же ты найдешь подходящего человека? Ладно, я попытаюсь Будем надеяться, что все образуется Хорошо? Рама, Суджата Идите пить молоко Идите Ты зачем меня стукнула? Ты сама стукнулась Ничего подобного Дура, дура Сама ты дура Мама Отец А ну слезай Папа Мамочка Вот проказницы Слезайте Я уверен, что Няня не учила Суджата Называть меня отцом Ну и что? Все равно Она называет нас Мама и папа Я с тобой Не разговариваю Не разговариваю Ну и не разговаривай Не разговаривай Очень нужно У тебя нет мамы А у тебя нет мамочки У тебя нет отца А у тебя нет папы Послушайте Сколько раз я говорила Нам надо отдать Суджату Уже 4 года прошло А Суджата до сих пор Я пытался, Чаро Но семьи, которые я находил Не нравились Или тебе Или мне Это верно Так почему бы не отдать ее В сиротский приют Суджат уже сейчас Ведет себя как Рама А дальше будет только хуже Хорошо, я узнаю про приют А что насчет учебы, Рама? Я разговаривал с учителем Завтра он придет к нам Отец Ага, вы халву едите? Ты тоже хочешь, дочка? Бери Вкусно? Что это у тебя во рту? Халва Что? Отец дал мне халвы Она обижает Раму Няня говорит Иногда она ее даже бьет Ну, в детстве чего не бывает? Папа Можно халвы? Иди Иди сюда Не ешьте ты ложкой А что? С нее ведь Ела неприкасаемая Держи Держи Вот камешек Подойдет? Да, подойдет Клади Рама Смотри Новые учебники, тетради И новый учитель пришел Пойдем А мне тоже идти? Я тоже буду учиться? Нет Ты играй Зачем тебе книга, Суджата? Учиться Не трогай книги Отец будет недоволен Дядюшка Дядюшка Что? Дай мне книгу Книгу? У меня нет книг Почему? Ты же грамотный Смотри, вон книга Так это же Рама и она Я буду ее читать Садись, дочка Мы с тобой будем читать Интересные истории Учитель, я тоже буду читать Вот моя книга Ты собираешься читать Такую толстую книгу? Да Суджата, тебе нельзя Пойдем Нет, я буду учиться Послушай меня Нет, отпусти Пошли, я говорю Не отпусти Идем Не пойду В чем дело? Папа Она не разрешает мне читать Отдай книгу, няня Давай Ты тоже будешь читать От кого это письмо? А, Чаро Я писал в сиротский приют А сейчас пришел ответ Они согласны взять Суджату У этого приюта хорошая репутация Суджате будет там хорошо Понятно Так напишите им И отвезите ее Нет, нет У меня много работы Свободного времени совсем нет Тогда Попросите Учителя Если он Ладно, спрошу Да, Сахап Я все понял Не беспокойтесь Я ее отвезу Послушайте, господин учитель По приезде в приют Убедитесь, пожалуйста Что Суджате Там будет хорошо Если нужны будут деньги Я заплачу Да, хорошо Господин учитель Я хочу вам кое-что сказать Слушаю Суджату очень ранимо Будьте очень осторожны Пусть она Не знает, что уезжает отсюда Навсегда Хорошо Правда, учитель? Да, дочка Далеко Далеко Там, где встречаются небо и земля Находится волшебная страна Человек, попавший туда Никогда не знает горя Там растут серебряные деревья С золотыми листьями А на них Чирикают разноцветные птички КОНЕЦ 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 Ты поедешь в эту страну? Да, поеду И раму с собой возьму Нет, дочка Сначала ты съезди одна А потом вернешься Расскажешь обо всех тамошних чудесах И возьмешь с собой Раму Ладно Постой, дочка К пяти вечера Будь готова отправиться в путь Да? И никому не говори Я сам тебя отвезу Хорошо Чару Учитель сказал, что Суджата согласилась поехать с ним Они отправляются в пять часов Собери ее вещи Да, у меня сегодня много работы Я вернусь поздно Папа! Вот ваша шляпа Если бы не я, вы бы забыли ее дома И вам бы напекло голову Да? Да, Суджата Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты готова? Да, учитель Идем Учитель, а папа с нами не поедет? Нет А мама? Тоже нет Тогда я не поеду Дочка, постой, послушай меня Твои папа, мама и Рама уже в волшебной стране Они попросили меня привезти тебя Да? Да Тогда я поеду Мама! Мамочка! Постой, дочка, в той волшебной стране живут прекрасные феи Я не поеду Послушай, Суджата Мамочка! 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 Учитель плохой человек Он наврал мне и хотел куда-то увезти А я никогда тебя не брошу Почему ты плачешь, мама? Я тебя никогда не брошу Никогда! Никогда! Суджата Суджата не уехала, да? Да Они как раз уезжали, а я захотела взглянуть на нее Я открыла окно Зачем же ты это сделала, Чару? Ладно, все в порядке Ты ведь мать Значит, так было угодно Всевышнему Сколько раз мы пытались отдать Суджата, но все неудачно Раз уж ей суждено жить в нашем доме, то пусть остается С Божьей помощью она вырастет и все как-нибудь устроится Ладно Да, кстати У меня новая работа Нам придется переехать Куда переехать? Очень далеко В Дехрадун Начинай собираться В Дехрадун Упендранадх Чаудхури Главный инженер Главный инженер Что-то тетушке не видно Сколько лет уже прошло Да и явились мы без приглашения Может она нас и не узнает Ну почему же не узнает Послушайте Что вам угодно? Вы меня не узнаете? Вы были у нас однажды Погодите Зрение и слух у меня уже нет Сейчас надену очки Помните, вы приезжали в Мадхупур? Да, в Джавалпур В Мадхупур, Мадхупур А, Мадхумур Упен? Чару Благословляю Вспомнили, наконец, о тетушке? Да? Идемте, идемте со мной Вы до сих пор не избавились от этой неприкасаемой? Как же так? Так получилось, тетушка А теперь она нам уже как дочь Не смей так говорить У вас такая хорошая семья Ты уважаемый человек Что нам было делать, тетушка? Не выгонять же ее на улицу Так рассуждать нельзя Раньше-то вы жили на отшибе И делали, что хотели Но теперь вы живете в обществе, сынок И вам придется подчиняться его законам Если это неприкасаемое Останется в вашем доме То кто возьмет замуж Вашу дочку Раму? Мне тоже приходило в голову Этой мысли, тетушка Но что можно сделать? Я не знаю Нет, Чару Тетушка, а где Атхир? Мы его не встретили? Его что, дома нет? Упен С утра он ушел заниматься в библиотеку Сколько книг в доме, а ему все мало Уже получил степень магистра А все, продолжает учиться Такой молодец Учебу не так просто закончить, тетушка Что ж, мы пойдем Ну, ступайте До свидания Рами, где Суджата? А сколько времени? Я не знаю Половина пятого Значит, она наверху Снимает белье Суджата, дочка Что, братец? Пора чай пить Так вели ставить чайник Я сейчас приду А сахар-то кончается Нет, братец Я уже велела купить еще Так что сахар есть Замечательно Ни о чем не забываешь Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Суджат, это ты? Я не буду отзываться, пока не станешь опять звать меня сестрицей Ладно, сестрица Так что ты хотела? Какая вкуснятина? Из-за этим ты меня звала? Нет, есть еще кое-что Это что значит? А почему ты меня не позвала пить чай? Ладно, сначала напою маму с папой, а потом и тебе Налью чаю Раньше было по-другому А теперь на необразованной девушке никто не женится Мы сами виноваты в том, что она не получила хорошего образования А, чай Суджата, по тебе можно часы сверять Папа, я сейчас вам налью очень вкусный чай Ты нальешь? Да, отдыхайте, мама, я все сделаю Не надо, ступай, Суджата Я сама Слушай, Чару Насчет этой ашрамы для женщин Туда принимают девушек разного происхождения И дают неплохое образование Так что потом девушка может найти работу Да, это прекрасная идея Так если мы обратимся туда Тогда проблема будет решена Любой будет рад жениться на такой девушке, как Суджата Не нужно здесь сидеть Дождь собирается Пойдемте в дом Послушай, Чару Я не хочу причинять Суджате боль Ну что поделаешь Вы ведь знаете тетушку Если Суджата будет подавать чай Она к нему не притронется Мама Кто я? Почему ты вдруг спрашиваешь? Я хочу знать, кто я Почему? Зачем? В Матхупури все пили чай, который я готовила А здесь почему не будут? Разве я могу отравить одним своим прикосновением? Суджата, не говори глупостей Я пойду Мама, на этот раз тебе придется мне сказать Посмотрим, Суджата Я не дам тебе так просто уйти Что ты хочешь знать? Спрашивай Кто я? Ты Ты неприкасаемая Неприкасаемая? Да Твое прикосновение Даже пребывание рядом с тобой Оскверняет других людей Но я не понимаю Почему? Это досталось тебе в наследство Неприкасаемыми были твои родители Вот в чем причина Где же эти мои неприкасаемые родители? Твои родители Умерли Если бы они были живы Это абуза Абуза Значит, я абуза 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 Как умереть? Совершить самоубийство? Нет Но иногда бывает Необходимо умереть Чтобы остаться живым Махатма Ганди Махатма Ганди Махатма Г suited Ингел Махатма Ганди Ее Махатма Ганди Махатме Кто там? Это я, Акбар Подожди минутку, я сейчас Суджата Не суди свою мать строго На самом деле... Папа, зачем вы меня смущаете? Я ведь все понимаю Принеси мне покрывало, Суджата Мне нужно уходить Сейчас, папа Подождите Я вам и зонтик дам Я тебя уже видел Ну, заходите Сегодня Сахаб пришел один, без тетушки? Нет, с ней Но она разговаривает с вашей мамой Присаживайтесь Подождите Вы меня ставите в неловкое положение Я лучше пойду Ну вот Теперь вы ставите меня в неловкое положение Каким образом? Послушайте, если вы так уйдете Благоуханному весеннему цветку Ты освещаешь Все вокруг Не надо читать Я стесняюсь Зачем стесняться? Стихи неплохие Слушай, Рома С утра до вечера Занята Домашними делами Домашними делами? Непонятно Слушайте Утром в 8 часов Она встает и заботится о завтраке В 10 садится вязать кружева В половине 11 Дает Махадеву деньги И отправляет его за газетами В 12 часов Идет на базар за покупками В 3 часа Начинает гладить белье В половине пятого снимает высушенное белье А в 5 готовит чай А сейчас? Сейчас? А который сейчас час? 6? Идемте Я вас к ней отведу Куда? Идемте Упен столько раз приглашал Атхира к вам И все без толку А сегодня он только пришел из колледжа И говорит Бабушка Пойдем Купену бабу Смотри, смотри Смотри, как им весело Это замечательно Отпусти Отпусти, негодница Отпустить? Да, отпусти Ну, раз Два Три Атхир бабу И видите, сколько рос в саду Это заслуга сестрицы Она творит чудеса Я-то что, только стихи пишу Выдумываю А сестрица создает настоящую красоту Суджата Услуги умеют Бабушка Ты, кажется, говорила, что мы зайдем на минутку Потому что у тебя какие-то дела Так пошли, а то и так задержались Ну, хорошо Ты иди А я сейчас Дружище Что случилось? А, Нирмал О чем ты думал? О себе О, какие возвышенные мысли Интересно, куда они тебя приведут? Слушай, братец Оставь мои мысли мне Понял Ухожу Но это значит, что в твоей жизни Наконец-то грядут Большие перемены Это хорошо Очень хорошо Адхир Бабу Я и не думала, что вы сегодня придете Так что же Я совершил оплошность, явившись к вам Да, совершили Но это замечательная оплошность Можете и дальше продолжать В том же духе Это будет прекрасно Ну что же вы тут стоите Пойдемте в дом Идемте Пошли Адхир Бабу Я уже начала учебу в колледже У нас недавно Было две вечеринки Но мама Не разрешила мне на них пойти Потому что там были Не только девушки Но в следующий раз Я обязательно пойду Маме придется смириться А вы как считаете Что вы ищете Рома Сейчас шесть часов Твоя сестра должна быть в саду Кто, Суджата? Да Да, она в саду Ступайте, поздоровайтесь с ней А я пойду Куда ты? Как куда? Играть в теннис Пока Рома, наверное, в своей комнате Читает Нет Я только что видел ее Она пошла играть в теннис Суджата? В саду ты просто расцветаешь Знаешь, что ты похожа на розу На розу? Да Ты самая красивая из роз Ни одна из них с тобой не сравнится Как поживает тетушка? Разве ты мне не ответишь? Так что мне сказать? Ты могла бы сказать Какие у меня недостатки? Как я могу вас судить? У меня не хватит смелости Тогда ты могла бы сказать В чем для меня заключается Самая большая радость? Радость? Да, радость Не знаю Даже представить себе не могу Правда не можешь? Самая большая радость Самая большая радость Для меня приходить сюда Чтобы только увидеть тебя Мама дома Вы не зайдете к ней? Пойдем Мама Пришел Атхир Бабу Атхир Здравствуйте Проходи, сынок Проходи Рама Она пошла играть в теннис Наверное, она не знает, что ты пришел Нет-нет, мы с ней виделись Она тебя бросила И пошла играть? Неужели не могла отложить? Не обижайся на нее, сынок А ты что тут стоишь? Ступай Садись, сынок Я принесу чай Нет, не надо чая Я ненадолго Просто проходил мимо Подумал, зайду Как же так? Только пришел и уже уходишь Я на днях еще зайду Конечно, обязательно приходи Садись, сынок КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают Ладно, ладно. Когда же ты наконец вырастешь? А что? Что случилось, мама? Сегодня приходил Атхир, а ты его бросила и ушла. Я опаздывала на игру. Что, тебя только игра интересует? Ты ведь уже не маленькая. Атхиру наверняка не понравилось твое поведение. Послушай, мама, меня не интересует, что нравится Атхиру, а что нет. У тебя скоро экзамены, а ты себе спишь спокойно. Спать тоже надо. А тебе-то что? Как что? Я же твоя сестра. Если будешь спать, ничего не выучишь. Ах, не выучу. Ну, держись. У Пен Бабу дома? Да, дома. Подождите, я сейчас его позову. Здравствуйте, У Пен Бабу. Как поживаете? Здравствуйте. Извините, я вас не узнал. Вы разве не давали брачного объявления в газету? А, садитесь, садитесь. У Пен Бабу? Я обычно не доверяю объявлениям в газетах. Все знают вас как благородного, честного человека, поэтому я и пришел к вам. Значит, вас привел ко мне сам Господь. Так вы простите, то есть... Нет, нет. Не надо заводить разговор об этом. Ни слова приданным. Что вы не предложите, я на все соглашусь. С радостью соглашусь. Вы очень благородный человек. А как же. Я вообще считаю недостойным беспокоиться о деньгах. Это не главное в жизни. Самое большое значение имеет характер человека. Надо смотреть не на то, сколько у человека денег, а каков он сам. Если человек плохой, то тут никакие деньги не помогут. Разве не так? Если бы наше общество считало так же. Вы должны пытаться привить людям такие взгляды. Так расскажите же о вашем цене. Он получил степень бакалавра. Калавра. Замечательно. Парень симпатичный. Но вот поступать на государственную службу не хочет. Хочет заниматься бизнесом. А вы и сами знаете, что для этого нужен капитал. Тем более теперь, когда такая конкуренция... Можете мне не рассказывать, я обязательно ему помогу. Я уверен, что когда ваша дочь войдет в нашу семью... Вообще-то она мне не дочь, но мы воспитали ее как родную. Главное, что она выросла в вашем доме. Наверное, она дочь какого-нибудь вашего родственника. Нет. Вот как? Знаете, я считаю, что могу сказать правду человеку таких широких взглядов, как вы. Понимаете, эта девушка неприкасаема. Что? Я и представить себе такого не мог. Послушайте, постарайтесь понять. Не трудитесь объяснять. Я думал, что пришел в приличный дом, а тут выясняется такое. В будущем не печатайте таких объявлений, которые вводят людей в заблуждение. Понятно? До свидания. Ну что, ты все слышала? Проходите, проходите, тетушка, проходи, сынок. А где Рама, Чару? Идемте со мной. А вот и Рама. Возьми, дочка. Рама, поблагодари тетушку. Нет, нет, дочка, встань. Не надо. Лучше... Примерь. Адхир сказал, что это будет тебе к лицу. Как красиво. Держи. Она очень мила. Верно? А тебе нравится, сестрица? Правда, Рама, тебе идет. Проходите, миссис Шрестха. Ваша дочка очень красивая. Как молодая луна. Возьми, дочка. Нет, миссис Шрестха, вы ошиблись. Наша дочь Рама, она там. А кто же... Это Суджата, наша приемная дочь. Угощайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, и вам. Послушай, Чару. Пока Суджата живет в вашем доме, Рама не сможет стать счастливой. Вы же знаете, тетушка. Мы сделали все возможное. Значит, не все. Вы пытаетесь найти Суджате мужа с хорошей семьей. Это бессмысленно. Надо... Впрочем, тебе это не под силу. Я возьму дело в свои руки и найду ей жениха. А вот и я. Рама, все твои подруги по колледжу хотят, чтобы ты нам спела. Сегодня же мой день рождения, а я еще должна всех развлекать. Так не пойдет. Ну, ладно, я спою. Но ты хоть будешь меня аккомпанировать? Конечно. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Мама, смотри, что у меня! Смотри! А почему ты посадила раму на колени и кормишь ее с ложечки? И цветами ее украсила? Сегодня у меня день рождения! Няня? Да. Забери ее. И умой. А на мой день рождения сделаешь мне то же самое? Сделаешь ведь, да? Ну, пожалуйста. Мамочка, мы будем праздновать мой день рождения? Я тоже сяду к тебе на колени и буду есть творог. Мама! Мамочка! Няня, забери ее. Она мне совсем покоя не дает. Я не пойду, не пойду. Пусти. Отпусти меня. Не надо, успокойся. Отпусти меня. Я тебя запру в твоей комнате. Будешь безобразничать. Мама, скажи, чтобы она меня отпустила. Мама! Мамочка! Давай отпразднуем мой день рождения. Давай отпразднуем! Мамочка! Ну, давай отпразднуем! Мамочка! Мамочка! Суджата! Почему вы ушли с праздника? А ты почему ушла? Вам этого не понять. Я уже понял. Нет человека, который мог бы это понять. Я могу. Это совсем не сложно. Ты расстроилась из-за слов. Каких слов? Твоя мать назвала тебя не дочерью, а приемшем. Почему ты плачешь, Суджата? Ты настоящая дочь Упена Бабу. Нет человека, который бы в этом усомнился. А вы этому верите? Безусловно. Скажите еще раз. Я скажу это не один, а тысячу раз. Правда в том, что ты дочь Упена Бабу. Скажи, Суджата, а когда у тебя день рождения? Это покрыто тайной. Не понял. Если вы все понимаете, то почему не можете понять, что никто не знает, когда у меня день рождения? По-моему, это не имеет значения. То есть? В тот день, когда ты родилась, наверняка на небе зажглась новая звезда. И она освещает твой путь. Суджата, если я скажу, что хочу подарить тебе на день рождения подарок, ты его примешь? Скажи, Суджата. Я уже получила подарок. Получила? Как это? Вы поняли боль той, у которой даже нет дня рождения, и попытались унять эту боль. Лучшего подарка и придумать нельзя. Суджата. Суджата. Продолжение следует... 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Матушка не пускает меня к любимому. Я сижу одна и смотрю на дождь. Это был лишь сон. Это было неправильно. Неужели те времена никогда не вернутся? Никогда. Привет, сестрица. Будешь печенье? Нет. Зря. Очень вкусно. Рама, почему Адхир Бабу так хвалит тебя? Кто? Адхир Бабу? Хвалит меня? Я ему много раз читала свои стихи. И особенной похвалы не слышала. Нет. Почему все-таки Адхир Бабу... Вот кто меня хвалит, так это ты, сестрица. Нет, Рама, не надо смеяться. Подумай. Да что ты хочешь мне сказать, в конце концов? Таких хороших людей, как Адхир Бабу, очень немного. Несомненно. Я не хочу, чтобы он был несчастлив. Если ему на роду написано быть несчастным, тут ничего не поделаешь. Ну все, хватит. Я пошла. Я принесла чай, папа. Суджата, а где мама? Идет. Что такое? Почему у тебя такое печальное лицо? Ты что, заболела? Нет, папа, со мной все в порядке. Звонила тетушка. Она уже договорилась о замужестве Суджаты. Уже договорилась? А мы до сих пор не видели жениха. Ради бога, не начинайте сначала. Когда Суджата будет устроена, можно будет подумать о свадьбе Адхира и Рамы. Современных молодых людей не так-то просто склониться к женитьбе. Если мы упустим этого парня, я буду очень несчастна. Я пришел поговорить с тобой, Суджата. Не спрашивай меня ни о чем, Адхир, бабу. Мы не можем быть вместе. Почему не можем? Потому что это причинит боль другим людям. А о себе ты не думаешь? Так что ж, я должна отдать предпочтение собственным желаниям? Вы встретите немало девушек лучше меня. Нет. Лучше тебя нет. Вы ведь знаете, какая у вас знатная семья. Каких благородных вы кровей. Ведь знаете? Конечно, знаю. И знаете, что есть много людей гораздо более низкого происхождения. Да. И что у вас не может быть с ними ничего общего. Да что с тобой, Суджата? К чему ты завела этот разговор? Есть причина. Какая? Я вам не ровня. Ты намекаешь на то, что ты не родная дочь Упена-бабу? Речь даже не о родстве. Я даже не принадлежу к одному с ними кругу. Я очень низкого происхождения. Я неприкасаемая. Неприкасаемая. Ну? Что же вы молчите? Вы теперь хоть раз придете ко мне? Хоть раз подумайте о женитьбе на мне. Ты хочешь меня отпугнуть, Суджата? Это невозможно. Я не признаю различий в происхождении. Кем бы ты ни была, именно тебя я вижу во сне. Именно тебя я люблю. Только ты... Хватит, не надо, пожалуйста. Не говорите ничего больше. Ради Бога. Я этого не вынесу. Умоляю. Все равно нам не суждено быть вместе. Но почему? Почему ты отвергаешь мою любовь? Есть еще какое-то препятствие? Да, есть. Какое? Не спрашивайте. Умоляю вас, ничего не говорите. Я не хочу слушать. Забудьте. Забудьте несчастную неприкасаемую. Королева ваших снов умерла. Вашей Чандрамалеки больше нет. Супер. Почему ты сидишь в темноте, сынок? Просто так. Ты был дома, потом вдруг исчез. Куда ходил? В дом Рамы. Понятно. Тогда ты, наверное, слышал новость? Какую новость? У них живет неприкасаемая девушка. Ну, Суджата. Так вот, ее замужество, дело уже решенное. Жених, как и она, неблагородного происхождения, но состоятельный. Суджата очень счастлива. Ну, ладно, сынок, отдыхай. Я тоже пойду прилягу. КОНЕЦ 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 Алло. Алло, Рама, это Атхир. Позови Суджату, пожалуйста. Сейчас позову. Алло. Это ты, Суджата? Поздравляю. Слышал, ты выходишь замуж за богатого человека. Теперь понятно, почему ты меня отвергла. Ты мне наглядно продемонстрировала, что в мире есть люди низкого происхождения, низкие люди, и ты одна из них. О чем вы, Атхир, Бабу? Кто сказал вам о моем замужестве? Достойный доверия человек. Так вы придете ко мне до свадьбы? Хотя бы один раз. Зачем? Чтобы неприкасаемая девушка могла тереть пыль с ваших ног и навсегда проститься с вами. Суджата, послушай, Суджата, Суджата! Послушай, Суджата, Суджата! Суджата! Суджата, 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 Суджата! Бабушка! Что, сынок? Вы ведь хотите, чтобы я женился? Сынок, я денно и нощно молюсь, чтобы Господь даровал мне невестку. Тогда начинай приготовление к свадьбе. Конечно, конечно. Я прямо сейчас отдам необходимое распоряжение. Но у Рамы экзамены... Я собираюсь жениться не на Раме, а на Суджате. Что? Что ты сказал? Я женюсь на Суджате. А тебе известно, что она не дочь Упена? Да. А что, она неприкасаемая? И это я знаю. И ты смеешь заикаться о женитьбе на ней? Уходи! Прочь с глаз моих! Уходи! Вон! Господь создал всех людей. И Суджату тоже. Все мы равны. Мы равны в его глазах. Для него происхождение не имеет значения. Все мы люди. Бабушка, пойми ты это. Что ты несешь? Разделение существует испокон веку. Но все люди одинаковые. Относиться к другому человеку свысока... Самый большой грех, бабушка. А ну остановись. Стой и слушай внимательно. Ты не можешь жениться на этой девушке. Она неприкасаемая. Понятно тебе или нет? Для меня это не имеет значения. Она дочь Упена Бабу. Ничего подобного. Она навсегда останется неприкасаемой. Как тебя убедить? Ну возьмем такой пример. Если дочь Брахмана воспитают шудры, ты признаешь ее брахманкой? Нет. Она станет шудрой. Так значит, Суджата стала брахманкой. Потому что выросла в семье Упена Бабу. Для человека имеет значение не происхождение, а воспитание, окружение. Замолчи. Ты не сможешь меня переубедить. Я сказала, что ты никогда не женишься на этой девушке. Тогда послушай меня. Я не женюсь ни на ком, кроме Суджаты. Я отрекаюсь от тебя. Убирайся из моего дома. Тебе здесь больше нет места. Господи. За что ты наказываешь меня? Хозяйка. Молодой хозяин уходит. Хозяйка. Молодой хозяин на самом деле уходит. Уходит, хозяйка. Адхир. Адхир. Куда ты? Постой. Ты вот так бросишь меня? Да. Из-за этой неприкасаемой ты собираешься обесчестить семью? Я не верю в разделение людей. Для тебя главное твои убеждения больше ничто значения не имеет. Поэтому ты уходишь из дома? Адхир. Когда ты был совсем крошкой, твоя мать умерла. И с тех пор тебя растила я. Ты был для меня всем. А ты? Ты ты никогда не думал обо мне. Пойми, у меня нет никого, кроме тебя. Если ты уйдешь, я этого не переживу. Ну что ж, ты победил, сынок. А я проиграла. Адхир, Бабу! Вам письмо, господин. От кого? От суджаты. Ладно, ступай. Адхир, Бабу, я не могла все объяснить вам по телефону, поэтому и пишу это письмо. Ваша любовь стала великим счастьем для меня, девушки низкого происхождения. Но чтобы сделать вас счастливым, мне пришлось бы огорчить родителей. А на это я никогда не пойду. Они хотели бы, чтобы вы женились на Раме. Если вы желаете мне добра, то женитесь на ней. А я останусь жить с родителями и буду заботиться о них. Суджата. Чару. Упэн. Тетушка, вы здесь так поздно? Упэн. Вы хорошо себя чувствуете, тетушка? Да, хорошо. Что-то случилось? Вы выглядите усталой. Проходите. Я и правда устала. Это правда. Я пришла сказать, Адхир хочет жениться как можно скорее. Правда. Это же хорошая новость, тетушка. Но у Рамы экзамены... Адхир хочет жениться не на Раме, а на Суджате. На Суджате? Разве он не знает, что у Суджата неприкасаемая? Знает. Он все знает. И что же? Вы будете молчать? Я проиграла Чару. Проиграла. Адхир взял надо мной верх. Приходится это признать. Наверное, он прав. Времена изменились, Чару. Прошлого уже не вернуть. Но я... Я... не смогу смириться. Я оставлю свой дом и буду жить в уединении. Возьми, Упен. Что это, тетушка? Документы на 50 тысяч рупий, которые хранятся на моем банковском счете. Я хотела отдать их жене Адхира. Ну что ж, сохрани их для Суджаты. Я проиграла. Надо уметь проигрывать. В конце концов, Адхир... При чем тут Адхир? Это все она. Сколько раз мы пытались от нее избавиться. Она все еще здесь. И рушит все мои планы. Тише, Чару, а то Суджата услышит. Ведь она же нам дочь, пусть и приемная. Вот именно. Она приемыш, а вовсе не моя дочь. Чару! Я этого не вынесу. Я не позволю вот так разрушить жизнь своей дочери. Я не позволю. Чару, успокойся. Такая пощечина. Я не буду сидеть, сложа руки. Такое оскорбление нельзя проглотить. Чару! Что случилось, мама? Я тебе не мать. Убирайся отсюда, убирайся. Я не хочу тебя больше видеть. Не хочу. Убирайся. Чару! Мама! Чару! Мама! Чару, ответь. Что случилось с мамой? Чару, давайте. Поднимайте ее. Послушайте, мистер Упен. Она пережила сильное потрясение и нервный шок. Думаю, что-то ее очень расстроило. Обращайтесь с ней осторожно. Не надо ее волновать и сердить. И... Давайте отойдем. Сестра, присмотрите за ней. Да. Послушайте Упен Бабу. Я скажу вам все как есть. Положение очень серьезное. Ей необходимо сделать переливание крови. Я готов сдать кровь. Нет. Сначала надо взять на анализ ее кровь и определить группу. А потом мы уже возьмем кровь у человека, чья группа крови совпадет с ее. Позвоните в больницу прямо сейчас. Вызовите доктора Самби. Доктор, у пациентки затруднено дыхание. Иду. Сделайте, как я сказал. Я позвоню. Идите туда. Доктор, у пациентки лихорадка. Давайте эти лекарства, что я назначил. Что же теперь делать, доктор? Ума не приложу. Кровь нужна как можно скорее. Здесь больше никого нет? Возьмите мою кровь. Суджата, ты... Да, папа. Проходите, садитесь. Доктор Самби, вы займетесь ей, а я проверю пациентку. Ну что, доктор? У нее кровь той же группы, что и у пациентки. То, что нам нужно. Очень хорошо. Идемте со мной, нельзя терять ни минуты. Идемте, доктор Самби. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опасности для жизни больше нет. Теперь им надо отдыхать. Утром позвоните мне, сообщите о самочувствии пациентки. Сестра? Отхер, все хорошо, иди отдыхать. Да. Алло. Здравствуйте, доктор Сахап. Это Рама. Вы ведь просили позвонить вам. С мамой все в порядке. Да. Большое вам спасибо. Да, хорошо. Я передам папе. До свидания, доктор Сахап. Все вчерашнего вечера я думаю об одном, Атхер. О чем? О том, что кровь Суджаты подошла чару. Вы хотите сказать, что у людей разного происхождения кровь может быть одинаковой? О чем это вы? Раз вам уже лучше, я пойду домой. До свидания. Что сказал Атхир? Суджата нанесла нам поражение. Кому? Нам всем. Тебе нужна была кровь, но не моя кровь, ни Атхир, ни даже кровь Рамы тебе не подошла. Но в конце концов, кровь Суджаты... То есть, Суджата дала свою кровь и спасла меня? Нет, нет, чару, не вставай, лежи. Но как могло получиться, что у нас с Суджаты одна группа крови? Не спрашивай меня, чару. Это известно одному только Господу, который создал всех нас. И тебя, и Суджату. Должно быть, в его глазах мы все равны. Признай, чару, мы проиграли. Суджата спасла тебе жизнь и отплатила за все, что мы для нее сделали. Теперь она нам ничего не должна. Это правда. Мы не имеем права препятствовать ее счастью. Где она? В соседней комнате. Доктор велел ей отдыхать. Позвать ее. Пока не надо. Суджата. То письмо, что ты написала, это все правда? Ты не изменишь своего решения? Нет. Вы напрасно прислали сюда тетушку. Я не передумаю. Почему? Это из-за меня с мамой произошел несчастный случай. Разве вы не знаете? Мое дыхание ядовито. Мое прикосновение. Уходите, умоляю. И это все? Больше ничего не хочешь мне сказать? Хочу. Так говори, Суджата. Прежде чем уйти, пообещайте мне кое-что. Что вы забудете меня. Что будете меня ненавидеть. Я ухожу. Но я никогда не буду ненавидеть тебя. Я слишком тебя люблю. Суджата, а ты меня любишь? Да. Я совершила эту ошибку. Благодаря твоей ошибке я смогу жить дальше. Другого выхода нет. Больше ничего не остается. Послушайте меня. Женитесь на Раме. Вы будете счастливы. Не толкай меня на преступление, Суджата. Я не стану обманывать Раму. Лучше уж я буду обманывать себя. Я никогда больше не приду к тебе. Вот твое письмо. Мне оно больше не нужно. Прости меня. Перед уходом скажи, что простил. Я не вынесу, если ты будешь несчастен. Не вынесу. Чаро, Суджата снова одержала над нами победу. Она повела себя порядочнее, чем мы. Вот, прочти это письмо. Но чтобы сделать вас счастливым, Адхир Бабу, мне пришлось бы огорчить родителей. А на это я никогда не пойду. Мы проиграли Чаро, но какую радость принесло нам поражение. Правда, Чаро, Суджата, которая была для нас всего лишь приемной дочерью, доказала, что она настоящая, настоящая наша родная дочь. Сегодня я поняла, как сильно Суджата любит нас. Она указала на нашу ошибку. Позовите ее. Позовите. Папа! Папа! Я принесла чай. А я как раз собирался тебя позвать. Заходи. Нет. Я так виновата перед мамой, что никогда не смогу посмотреть ей в глаза. Позовите ее. Позовите же. Иди, Суджата. Иди. Иди, дочка. Что же ты стоишь? Садись. Поставь. Не туда. Сюда. Сядь рядом со мной, Суджата. Ты слышала? Атхир хочет на тебе жениться. Нет, мама. Нет. Почему? Я никогда не выйду замуж. Всегда буду с тобой. Всем девушкам положено выходить замуж, Суджата. Нет. Пусть Рама выходит. Рама-то выйдет. Ну и ты должна выйти замуж. Ты ведь тоже наша... Мама! Не говорите этого. Не говорите. Чего не говорить? Что я... Ваша приемная дочь. Я этого не вынесу. Ты не приемная дочь. Ты наша родная. Родная дочка. Что вы сказали? Скажите еще раз. Скажите еще раз. Да. Ты наша родная дочка. Мама. Мама. Доченька. Мама. Как долго я мечтала услышать эти слова. Мама. Эй, что такое? В чем дело? Почему вы все плачете? Что это такое? Спроси у Суджаты. Дочка. Сестрица. Почему ты плачешь? Она узнала, что выходит замуж. Вот и плачет. Замуж? За кого? За Атхира. За Атхира, бабу? Так это же здорово. Чего же ты плачешь? Эй. Да она смеется. Ну-ка. Посмотри на меня, сестрица. Посмотри. Видишь, мама? Сестрица смеется. Ну, взгляни на нас, сестрица. Взгляни. Знаешь, дочка, мы много раз пытались отослать тебя из нашего дома, но из этого ничего не вышло. И вот сегодня ты на самом деле покидаешь нас. Мама. Иди, дочка, иди. А то опоздаете. На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ». А-а-а. 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 Продолжение следует...